Доброе утро, друзья! Не могу никак остановиться, потому что лакханалия продолжается. Все тоже. В основном два направления. Первая – покупка и бесполезные попытки выросить сад из так называемых саженцев. И вторая – болезнь – это унистяжение садов с помощью обрезки. Охи вбита в голову. Ну что, будем дальше продолжаться. Увидели вы цветущие деревья, значит, правда, весна. Теперь показываю еще раз. Помните, я вам уже с бредливостью выкинул одно деревце. Смотрите еще раз. Это Крым, это Крым. Скажите, это Крым. Это Крым. Это Крым. Только у этого малюсенькие шансы на выживание. Ладно, смотрим. Давайте вспомним. Вот это мы его и браковали. Вот. Еще раз говорю, я к нему относился с брезгливостью. Вы думаете, я, что ли, эти корни отрезал? Вот. Да их и не было тут. Теперь. Вот эта самая палка, которая отращивает корни. Потом. Да, они, наверное, отгнили уже. Ну да, деревце-то мертвое. Теперь следующее. Чтобы не думали, что я там уж на одном зациклюсь, мало ли не удач бывает. Итак, внимание! Внимание! Выдернули. Отряхнули. И смотрим. С этими корнями оно и к нам пришло по ссылке. Вот. Они не виноваты. Это вся страна. Их научили. И вся страна этим занимается. Теперь смотрите. Вот этой палке, саженка, что называется, язык не поворачивается, минимум два года. Сейчас мы будем сравнивать. Ну и внимание на эту страшную рану. Эта страшная рана присуща, если их 10 миллионов вырастили, то 10 миллионов вот таких ран. Это уже не рана, это уже язва. Это уже чуть ли не рак. А вот 100 миллионов еще вырастили, 100 миллионов таких ран. А у нас все-таки, еще раз говорю, для меня Москва, Питер, Липецк, Ярославль, Вологда. Все это Сибирь. Вот хотите верить, хотите нет. Ну, Сибирь, ладно, преувеличил. Все это Северная Русь. Вот, так же, как Южный Урал, Южная Сибирь и Приморье. И вот, значит, с таких саженцев они наверняка рассылают по стране тысячи. Ну, что еще о нехорошем сказать. Вот. Посадили бы они у себя в Крыму. Ну, какие-то шансы были бы. Иногда показывают там такие небольшие довольно, ну, все-таки сады и все коренасы такие яблоньки. И они, в общем-то, даже с урожаем и бывает даже неплохим урожаем. Вот. Но все это бесполезно у нас. Видели? Видели. Теперь. Чтобы не быть голословным. Ну, да, Сибирь. Да, что вы хотели, скажете вы. У вас же Сибирь, у вас вообще родни ранетки. Вот. Я сам жил в Норильске и считал, что здесь кроме ранеток ничего нет. Давайте сравнивать. Эти саженцы одинакового возраста. Двухлетка. Еще раз показываю крымское творение. Вот. И двухлетка. Сейчас мы ее будем приводить в порядок на ваших глазах. Почему? А рук не хватает. Видели? Снизу Сибирь пошла. Кстати, посмотрите, как выглядит Сибирь. Вам ее искать, особенно Сибирь, придется в своих лесах. Отрезал. 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 Теперь. Потом это все будет зачищено и замазано. Так, сэкономим время. И так, что мы видим. Двухлетка. Мертвая. И посаженная примерно в эти же дни. Ну, как посаженная. Пересаженная. Вот. Я специально выбрал саженец пересаженной. Почему? Они раньше зацветают. Посмотрите. Ему два года от прививки. Так. Год на старом месте рост. Прям питомники. Вот он. Вот она. Цветы, 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 цветы. Цветы до самых верхушек. Видите? Цветы, цветы, цветы. Это чтобы не было обмана. Цветы. Но если вы думаете, что здесь будет сотня яблок. Нет. Большинство упадет. И я всем говорю. Увижу, если я когда живьем, что кто-то отрывает цветы. Сдуру. Потому что это только сдуру делается. И с этого самого. С дикого бреда авторов, которые говорят. Оборвите цветы. Не трожьте. Отпадут. Останется одно-два яблока. Хоть узнаете, что вы посадили. Потому что, возможно, еще переперевать приходится. 90% случаев до первых яблок и переперевайте. Да, друзья мои. Такова действительность. Я выписал 10 этих самых саженцев. 10 сортов. Из известного питомника выросли 10 одинаковых варонеток. Как так, Валерий Константинович? Я говорю, это очень просто. Годом раньше, вот, по Сибири прошли 40 градусов, 50 градусов мороза. В питомниках погибли маточные сады. А кушать надо. Дальше продолжать? Нет, не надо. Вот. А сибирки выжили. И давай их это под видом тиражировать. Так ты хотя бы... А эти, то есть, сибирки, ранетки. Да хотя бы ранеток найдитесь. Хотя бы кусочки, компоты будут. Радуйтесь. Вы еще южные не видели. Там из миллиона миллион погибает. Что тут еще интересного? Вот. А, по очереди. Ну, отвлекусь, отвлекусь. Вот они мои любимые муравьи. Вон они. Смотрите, сколько тлей отложили. Видели? Я первый раз вижу такую раннюю. Я наблюдательно. Я хожу, я смотрю деревья каждый год. Первый раз я вижу, что вот это вот тлю. А заметил потом, что цепочка муравей сюда шла. Вот они уже. То есть, я оговорился. Муравьи, сказал, отложили тлю. Вообще-то тут непонятно. Тут надо будет глубже разбираться. Надо было раньше заметить. Где тля мама? Для вылета тли рано. А может, правда муравьи их сюда принесли? То есть, маму откуда, где полусонную, откуда-то из подземного хранилища достали. Вот этого я не знаю до сих пор. Я знаю, что надо ждать с середины хотя бы июня, если жара, или июля, если холодно. Чтоб первая тля появилась. Крылатая мама начинает откладывать. Первый раз такое вижу. Ну, ничего. Это еще одно наблюдение мою копилку. Значит, в этом году я возьму. Вот, когда закончу съемки, я спокойненько разведу, еще прошлогодний у них срок, годности два года, ампулу на ведро воды и опрыскать для профилактики. Вот. И причем, заметьте, вот те здоровенные деревья, я опрыскивать не собираюсь и даже не подойду к ним. Только одно-двухлетки. Вот эти вот. Это молодой сад. Вот он, так. И теперь еще. Все еще наблюдение за все тем же одним молодым деревцом. Смотрите сюда. Давайте смотреть. Прививка. Сейчас на слюни овлю. Лучше будет видно. Вам не кажется, что это лучная каплировка? Так. Смотрим рано. Лучная каплировка. Это была вот такая вот. Очень низко. Заметьте, очень-очень низко. Кореностое дерево получается. И рано плодоносящее. Видели еще раз? Теперь два побега так и оставил. Почему? Маточное дерево. Мне нужны будут веточки с него. Вот я мог бы вот это отщепнуть. В самом раннем детстве бы ничего не случилось. Тут новая проблема. А вдруг урожай расщепит его, пополам разорвет. Все бывает. Но еще раз говорю. Маточное дерево, они растут медленно. Потому что я сник постоянно обрываю. Обрываю. Типун мне на язык. Значит, отрезаю ветки на прививку. Смотрим результат. Вот это был торец. Ну, давайте сравнить раны. Я уже тысячу раз говорил. Да, раны. И у вас есть, смотрю, реклама. Срана. Да, говорю, есть. А как же. Ну, что, сравнили? Вот. А у нас Сибирь. Вот это вот страхолюдин увидели. Это вообще, ну, ну, это еще не самая большая, кстати. А их потом еще и разъедает. Ой, не дай бог, абрикосов такое. Ой, не дай бог. Эти яблоники держат хотя бы. Ну, где держат, вон мертвая. Итак, вот это посмотрели, значит, я все-таки за лучшую каплировку. Так. Вот. Я вам показал, еще не еще сказал. Итак, это искусственные корни. Это палка, которая была лотнута землю и дала вот эти жалкие корешки. И хватило выкормить вот это вот. Но переезд и калечения, согласитесь, они тоже обрывчики. Как обрывки ниток торчат, да? Вот. Но новое место и, сами понимаете, а этот свеженький, этот через несколько минут переехал, за несколько минут на новое место переехал. И вот этот свеженький тоже, так же, как и он, клоновый подводит. Но как? Субтитры создавал DimaTorzok